Руководство страны намерено заключить в марте будущего года новое соглашение с Международным валютным фондом, но оно должно строго соответствовать интересам страны и народа. Об этом в эфире передачи «Дело принципа» на нашем телеканале заявила председатель парламента Зинаида Гречаной, напомнив, что подобное уже успешно практиковалось в 2006 году. Мы будем сотрудничать со всеми. С Западом, с Востоком, с Российской Федерацией, с Соединенными Штатами, посол, вы видите, с Европейским Союзом, со всеми международными структурами мы будем сотрудничать. Но всем, чтобы было понятно, что мы это будем делать в интересах своей страны, своего народа. И будем искать, как защитить интересы своего народа. Это мы будем делать постоянно. Поэтому нам, никому не удастся продиктовать нам, что нужно сделать. Гречаной подчеркнула, что отношения с внешними партнерами Молдова будет строить исключительно на основе защиты национальных интересов и искать среди партнеров друзей, которые уважали бы принципы нашего государства, а не пытались за кредитные деньги навязать продвижение собственных интересов. Этот же подход, по словам председателя парламента, будет применен и в отношениях с руководством Международного валютного фонда. В данной связи Гречаной напомнила, что подобная достаточно успешная практика уже применялась молдавским правительством в 2006 году. Я хочу вам напомнить тот пример 2006 года, когда МВФ вернулся в страну после долгого перерыва, потому что с 2001 года по 2006 год у нас не было программы с МВФ. Да. И была очень сложная ситуация. Все говорили, что Молдова просто на пороге финансового дефолта, что Молдова не выдержит, не выживет с внутренними, с огромными внешними долгами. Но, оказывается, если правильно руководить, правильно управлять, в том числе и финансами страны, тогда можно выдержать, можно выжить и еще развиваться, и повышать и пенсии, и зарплаты. Поэтому в 2006 году мы сами, правительство, написало самостоятельно программу с МВФ и пригласило МВФ в программу, которую написало правительство. В данной связи Гречаной, занимавшая в том правительстве пост вице-премьера и министра финансов, подчеркнула, что та программа с МВФ включала реформы, которые были на тот момент необходимы Молдове и ее населению, а не руководству Международного валютного фонда. При этом спикер заявила, что уже есть договоренности о том, чтобы новая программа с МВФ, которую необходимо подписать в марте 2020 года, была составлена молдавской стороной. Я говорила с представителями МВФ, он приезжал, руководитель миссии, и мы обсуждали, что мы будем писать самостоятельно свою программу и будем ее обсуждать с валютным фондом.